Родительское собрание Напоминаю, не забудьте сдать деньги на шторы Да, и еще у меня для вас замечательная новость В следующей четверти мы с вами должны будем поменять парты И дверь И окна А также прошу обратить ваше внимание на потолок и стены Их также необходимо будет привести в порядок Ну, конечно, все это мы будем делать не сами Вам необходимо просто сдать денежки Так, папа Димы Зайцева Куда это вы так стремительно? А, устраиваться на вторую работу? Не спешите, у вас на это еще будет время Марья Павловна, ну что же вы сидите? Начинайте собирать у них деньги на шторы Пока все не разбежались На этом у меня все Все свободны А папу Семена Болтушкина прошу подойти ко мне Светлана Сергеевна, я Болтушкин, старший Семен Семенович Очень приятно, Семен Семенович Присаживайтесь Спасибо, спасибо Давно хотела с вами поговорить Что он натворил? Ой, даже не знаю, с чего начать Вот паразит Ну, я ему дома устрою Покатается он еще на моих жигулях Простите Вы разрешаете ребенку в 14 лет садиться за руль? Да нет, ну что вы Только когда выпью Так что он натворил? Дело в том, что ваш сын Уже не первый раз На уроке физкультуры С одним мальчиком В раздевалке Подсматривает за девочками Ну? А натворил-то что? Так я же вам говорю Подсматривает за девочками Вы считаете это нормально? А, ну это да Подсматривает за девочками В седьмом классе Я этим еще в пятом занимался В седьмом мы уже ух Так Ну что ж Теперь вот У вашего сына Серьезные проблемы по географии Он ничего не знает Вот, полюбуйтесь У него одни двойки Он не знает ни про Миссисипи Ни про Титикаку Ну это да Такие-то вещи должен знать каждый На днях спросил у него Про Панамский канал А он говорит В нашем телевизоре Такого канала нет Ну это да Телевизор-то у нас старенький Не все каналы ловит Да Но он не знает даже Столицу Норвегии Осло Зачем вы так? Ну не знает мальчик Эту вашу Столицу Норвегии Осло Нет, ну можно же В конце концов Просто подсказать парню Что это за столица Норвегии Осло Знаете, вот Я, например, тоже Подзабыл Эту вашу Столицу Норвегии Осло Послушайте Да что вы в самом деле Ну, Светлана Сергеевна Вы же все-таки педагог А я вам не мальчик Слова-то подбирайте Осло Осло Ну хорошо Теперь Литература Спрашиваю у него Кто написал Мертвые души Какие уши? Мертвые Мертвые души Спрашиваю Кто написал? Говорит, что это не он Вот паразитка Ну я ему дома устрою Послушайте А может Действительно Не он написал А? Теперь Очень серьезный вопрос Вчера На уроке труда Ваш сын Курил В мужском туалете То Сеня Да Ну говори, Женя Ну не кури Не кури Во время урока Перемена же для этого есть Послушайте Какая перемена Вы понимаете Ваш сын Курил В мужском туалете Ну это да Мы в наше время Всем классом За школой Кури Ладно Вот Это Нарисовал ваш сын На уроке Рисования Вот О В наше время Учителя так не позировали Вообще-то Весь класс Рисовал яблоки Да? Да А получились дыньки Да поймите Я же учитель Я же у него классная Да вы у него Супер Спасибо Да что вы такое говорите А? А что ваш сын устроил зимой? Что? Прямо перед входом в школу Залил водой Сто-рублевую купюру Вода замерзла А в результате Сорваны три урока В смысле? Марья Ивановна Учитель литературы Сломала каблук Учитель химии Обломала ногти А трудовик Василий Петрович Лишился двух зубов И все бы ничего Если бы купюра Была настоящая А не из банка приколов Да Кстати Про деньги Не знаю даже Как и сказать Но ваш сын Предлагал мне деньги Сколько? Тысячу Тысячу? А за что предлагал? Ну Чтобы я вас В школу не вызывала А Я вижу у вас тут В школе золотое дно Скажите А вот у вас там На входе В школу Объявление висит Требуется физрук Ну да Требуется Так вот считайте Что физрук У вас уже есть Пойду Заявление напишу Пока Кого попало Не понабрали Уважаемые Российские Туристы В связи с падением Туристического потока Позвольте Зачитать Новые Правила Поведения В наших Отелях По многочисленным Просьбам Россиян На завтрак Мы добавили Еще один Напиток Нет Рассол Пейте на здоровье Мини-бар В номерах Мы решили Убрать И установить Привычные Русским людям Трехкамерные Холодильники Пользуйтесь На здоровье Многие Русские Туристы Возмущались Что спиртное Наливают Только до Двенадцати Вечера А утром С десяти Не волнуйтесь Теперь Можно пить Круглосуточно Раньше Из номеров Нельзя было Выносить На пляж Полотенце Теперь Можно Выносить Все И полотенце И подушку И одеяло И кровать С горничной Только приезжайте На пляже И у бассейна Женщины По-прежнему Могут Загорать Топлес А мужчины В общем Загорайте В чем хотите Только приезжайте Раньше У каждого Бассейна Мы устанавливали Таблички Не делать Это В бассейн Мы убрали Эти таблички Делайте В бассейне Что хотите Если с утра У бассейна Все лежаки Заняты И на них Лежат Полотенца Или вещи Наглых Иностранцев Теперь Вы можете Сбросить Их Нахрен И сжечь К чертовой Бабушке Вместе С лежаками Только Приезжайте Перед Отъездом На шведском Столе В дорогу Вы можете Взять Вы можете Взять Столько Еды Сколько Увезете А если Понравился И сам Стол Берите Тоже Нам не Жалко Ей Понравится АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шампунь Пульт От телевизора И фен Из номера Мы завернем Вам сами АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только Приезжай К нам Приезжай Из Москвы И Волгограда И родных Не забывай Мы им тоже Будем рады Приезжай На 10 дней Или даже На 12 Мы вам будем Улыбаться Угодить Во всем Стараться Ты к нам Только Приезжай Аниматоров Своих Мы по-русски Петь научим И Владимирский Централ И разведу Куками тучи Будут петь Про горовай Чебурашку Знать дословно На Иисус Всего Кобзона Голубей Над нашей зоной Приезжай К нам Приезжай Мы закупим Домино И поставим Бочку с квасом И мангалы Привезем С шампурами Луком Мясом С молоком Заварим чай И пельменных Понастроим Все распишем Хохломою Мы хотим Дружить с тобою Только слышишь Приезжай Приезжай к нам Приезжай Идиот Идиот Так это называется Идиот Что вы тут все время Говорите Говорите Вы в очереди Стоите Так иди Станьте Я иду Идите Доктор О Молодцы Ты ко мне Все Ну что Следующий Смелее Смелее Проходите Проходите Присаживайтесь На что Жалуетесь Доктор Меня посылают Все Нет Начальство На субботник А мне нельзя Почему По кочану По кочану Я идиот Самый настоящий Идиот Вы я смотрю тоже Да нет Голубчик Дело в том Что идиоты Такими не бывают Как раз Идиот Это думает Что они Вполне Нормальные люди Да Да Какие молодцы Молодцы А вот у меня Такой редкий Клинический случай Да что говорить Да Мало того Что я идиот Я это еще и признаю Признаете Признаю Ну хорошо Давайте проведем Маленький эксперимент Поиграем с вами в игру Я буду говорить вам слова А вы мне их Противоположные понятия Например Утро Вечер День Ночь Вам понятно? Ну естественно Ну хорошо Соберитесь Давайте попробуем Утро Вечер День Ночь Сестра Брат Жена Дура Да нет Голубчик Вы ошибаетесь Почему это Я ошибаюсь Я свою жену Хорошо знаю Давайте попробуем Еще разочек Я буду подсказывать Давайте еще разочек С разгончику Давайте Смотрите Жена Я подскажу Жена Мо 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 Так Вы не понимаете Я не понимаю Доктор Вы дайте мне справку И я пойду Соберитесь Попробуем еще разочек Вас посылает начальник Давайте про начальника Смотрите сюда Начальник Осел Да нет Начальник Козел Начальник Это Руховодитель Осел Кто Заместитель Нет Что-то живыми людьми у нас с вами не получается Давайте возьмем другие понятия Более нейтральные Например Вода Суша Земля Небо Чердак Подвал Потолок Протекает Где протекает-то где? У меня дома Второй год починить не могут Меня не интересует, что у вас на дома протекает Меня интересует, если наверху потолок То внизу-то что? 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 Лужа Если наверху потолок То внизу Пол 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 Литра? Голубчик, пол-литра сейчас совершенно не к месту Не скажите, доктор Пол-литра всегда к месту Логично Логично Давайте попробуем еще разочек С разгончику Я буду говорить другие понятия Более нейтральные, например Смотрите сюда Водитель Пассажир Продавец Покупатель Врач Не принимает Почему не принимает? Я не знаю Я уже третий раз к вам прихожу Говорят, талонов нет Ну я-то вас принял Принял И только в одном и спрашиваю, что врач Врач Принял Ты что принял, ты что? Вам виднее Это вы всю жизнь у спиртов третесь Знаете что? Или вы мне говорите противоложные понятия Или убираетесь вон Утро Вечер День Ночь Белый Черный Мужчина Женщина Замечатель Отвратительно Я говорю Хорошо А я говорю Плохо Я говорю Достаточно А я говорю Давай еще Ну что ж такое? Сестра Брат Плетин Академик Идиот Вы самый настоящий идиот Ну так доктор Я же вам сразу сказал Вы мне напишите справку И я пойду Правильно сказали Вот вам справка Забирайте И чтоб я больше вас не видел Надо же Справка Идиот А был бы умным Поехал бы На субботник Академик Академик Ну а сейчас мы немножко хотели бы поговорить Об эстраде Вот Алексей заметил Как стремительно меняется Наша эстрада Вот давай вспомним Какие раньше Замечательные песни были Какие песни скажем Маме посвящали Поговори со мною Мама О чем-нибудь Поговори А сейчас Вот ты можешь назвать Мне хотя бы Одну современную песню Посвященную маме Маме? Да Да пожалуйста Ну Хотя бы Вот это Современное Модный хит Моя мама варит кофе Может быть Подождем Мою маму Подождем Твою мать Ты считаешь Что это песня про маму? Ну Не про папу же Ну а вот Девушкам Как много девушек Хороших Как много Ласковых Имен Девушкам Да Пожалуйста Ну что ж ты Страшная Такая Ты такая Страшная Да Не дай бог Такой комплимент Получить А вот Помнишь Крутится Вертится Шар головой Крутится Вертится Над головой Голубой Голубая Луна Голубая Голубая Луна Луна Куколки Мои Вообще-то Я не в этом смысле Знаешь что Давай лучше Вот Про подарки Папа Подарил Папа Подарил Папа Подарил Мне Куклу Купила Мама Коника А Коник Без ноги Господи Где же она Такой Подарок Ты нашла Сэконхэнти Что ли А у нас Во дворе Есть Девчонка Одна За Монетку За Таблеточку Сняли Нашу Малолеточку Я Прошлых лет Прошлых лет Что-то Было Ну Наверное Это прежде всего Душа В песне Я поднимаю Свой бокал Чтобы выпить За твое здоровье Попробуй Попробуй Муа Муа Попробуй Джага Джага Попробуй Ммм Мне это Надо Надо Эти глаза Напротив Калейдоскоп Огней Я помню Все твои Трещинки Ммм И на танцах И вечерках Может это И смешно Время думать О девчонках В этом возрасте Пришло Я зашла с ума Я зашла с ума Мне нужна она Мне нужна она Я зашла с ума Яблоки на снегу Розовые на белом Я Я Яблоки ела Я Я Сильно вспотела Ах, эта девушка Меня с ума Свела Разбила сердце Мне Покой взяла Все мы Бабы-стервы Милый бог С тобой Каждый, кто Не первый Тот у нас Второй Женюсь Женюсь Какие могут быть Игрушки Жениха Хотела Вот и залетела Лай-ла-ла-ла-ла Невеста Невеста А чья Неизвестно Откуда такая Взялась красота Я буду вместо 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 Ни-ё Твоя Невеста Честна Честная Кто Йо Знаешь, Ирина У меня такое ощущение Что мы с тобой Ролями поменялись Давай вернемся В первоначальную точку Отправления С удовольствием А он мне нравится 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 И для меня На свете Парня Лучше нет Я шоколадный заяц Я ласковый мерзавец Я сладкий на все сто О-о-о Я шоколадный заяц Лизнул себе я палец Да что-то вот не то О-о-о Ах, обманул мерзавец Ни шоколад, ни заяц А так одно Я шоколадный заяц Я ласковый мерзавец Я сладкий на все сто О-о-о Для страховки Последний благодать Даже то, чего в природе нету Можно все равно застраховать И годами этих денег ждать Можно о страховке поболтать Страховой агент ко мне поднимается Все живое от него разбегается Кто на крыше, кто в подвал, кто его хоть разглядал А агенту хоть бы что улыбается Губки бантиком, бровки домиком Носик тыковкой, ушки в нами Глазки наглые и лысина блестит А из брюки вот страховочка торчит На охоту отправимся завтра мы Все бесстрашные и азартные Ты ж, родная, останешься дома ждать И прошу тебя, сделай все как всегда Застрахуй меня от нападения Злых енотов и ежика нервного От броска белки шишкой прицельного От стучания дятла по тени Застрахуй меня От пинка слона От когтей хорька От клыков сурка Застрахуй меня От рогов лося Жала муравья И еще одна Просьба у меня Застрахуй коня Когда-то с мамой без страховки я гуляла Любая девочка прелестной красоты Я прохожих все губами удивляла За эти губы все дарили мне цветы Я ими шлепала в прекрасном ресторане Пою и радую веселый наш народ Как только доллар появляется в кармане Любая недула страховую отнесет Люба-любонька Страхую свои губоньки В них дорогой закачан силикон В кабриолете прохудятся шины Для их ремонта пригодится он В кабриолете прохудятся шины Для их ремонта пригодится он Вот ведь как бывает в Сочи подчас Наша встреча караулила нас Был я помню фестиваль кинотавр И его я встретил там в первый раз А он в отеле морды бил официантом Хотел разнять их он послал меня матом И я решил застраховаться ребятам От Алексея-Пани на-на-на Только мы с конём По полю идём В страховую мы никак не дойдём Я страховую к вам с огромной жалобой На ваши методы прям небывалые Я как-то вечером, как по будильнику Часов в один насачла к холодильнику Открыла дверцу я, да это просто бред На средней полочке внутри сидит агент Когда б я знала, что из того вышло бы Не страховалась бы от веса лишнего Сидит агент, не спит агент Хочу съесть торт, кричит он Нет! И так всю ночь, а утром он Погнал меня на стадион Ну а мы с конем все еще идем Но никто нас не страхует с конем Смотрел футбол я, матч нашей сборной Снова матерился, плакал Телевизор грохнул на пол И вот звоню я, прям страховую Меня вы застрахуйте сейчас же от поражений наших Женщина никакую От такого не страхую Все равно, что просто признать свое банкротство Женщина, ну прошу я Нет, в футболе не страхую Мы страхуем безусловно Только в плавании синхронном Зачем вы его открыли? Зачем вам меня не шаль? Опять все вокруг поплыло Опять не спошла вуаль Шампанского кто-то хряпнул На миг испытав экстаз А я повалилась на пол От выстрела между глаз В страховочную контору Я шла, ускоряя шаг Мне надо к Новому году Давно было сделать так Мне от бутылок с шампанским Не прятаться в полночь Хочу я застраховаться От пробки удара в лоб Обливаюсь водой Я на сцене порой И подол я могу задрать Не дружу я порой Со своей головой И любого могу послать Страховаться вам Надо от меня Потому что Лолита я Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Нечка Надя в омут с головой При встрече с ней страховка пригодится Ведь встреча с Надей случай страховой Всегда по календарю я жизнь страхую свою А тем, кто не застрахован, прям в глаза говорю А вдруг внезапно случится руку сломать Бесплатно будешь от боли вопить и кричать Просто застрахуйся, застрахуйся Государству жизнь забей и тусуйся Застрахуйся, застрахуйся О-о-о-о-о-о-о Эти не сломать Придется лабутен и мне застраховать Люблю танцевать Опять голодать А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Но надо прежде, чем опять гонять Себя от голубей застраховать В результате я остался без коня Вот такая приключилась фигня Атас, если страхуют ключи нас Атас, страхуют мальчики Страхуют девочки Атас, рубли внесет рабочий класс Летают девочки у нас Атас 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 Аплодисменты Аплодисменты На вот, держи Работу тебе нашел Ой, ну наконец-то К гипермаркету требуется менеджер по рекламе Работы на свежем воздухе А это как? А так, будешь прохожим листовки раздавать В костюме козы или коровы Ну, а у них там что, других-то костюмов нет? А тебе что, костюм Евы подавай? Нет, ну, я не хочу быть козой Или тем более коровой Да какая тебе разница, в какой шкуре у гипермаркета пастись В смысле, работать Кто тебя там узнает? Тем более, что ты там не одна такая будешь Коза Еще три телки И пастух Нет, знаешь, все-таки это не мое Нет Вот Светка мне тут газету дала Работа для всех называется Ну, и вот смотри, что я там нашла Познакомлюсь С молодой девушкой Для встреч на ее территории Ты что, с ума сошла? Да нет, это не то Ты ниже смотри Привет, девчонки Юбки до колена Кому грустно и хочется лезть на стену Звоните Ваш принц-студент Артем Да нет же Ты не то читаешь Я же тебе говорю, это Светкина газета Ты ниже, ниже смотри Я читаю то, что обведено Это Светка обводила, что ли? Ну, я не знаю Приглашаются молодые Симпатичные девушки На хорошо оплачиваемую работу В ночное время Вот Что вот? А ты узнавала, что это за хорошо оплачиваемая работа В ночное время? Ой, ну Я не знаю Может быть Официантка какая-нибудь в баре Ну, или В крайнем случае Посудомойка Да? А посудомойки им только Молодые и симпатичные нужны А старые и страшные Моют плохо Ну, я не знаю Слушай, а ты, кстати Вторую часть объявления прочитала? Какую вторую? Приглашаем состоятельных мужчин Хорошо провести время В компании молодых Симпатичных девушек И тот же телефон И про посудомоек Ни слова Нет Это мне не подходит Я не компанейская Давай-ка Держи свою газету И читай все подряд Сейчас что-нибудь Да Подберем Требуется специалист По стрижке И триммингу животных Для работы В салоне Ветеринарной клиники Ну вот Опыт у тебя уже Имеется Откуда? Собаку нашу стригла Да, но ты же Сам сказал Что после моей стрижки Она На крысу стала Похожа Ну и что? Гавкать-то она От этого не перестала? Мы же с тобой даже не знаем Что это такое Вот Этот вот Тримминг Тут Специалист нужен Хорошо Читай дальше Так Требуется Экскаваторщик Бульдозерист Автослесарь А также Водитель на международные перевозки Без вредных привычек Со своим мазом За небольшую плату Они что там Издеваются что ли? Моей жене Такое предлагали Они бы еще Параметры водителя указали 90-60-90 Да Вы потом Где я им Маз возьму Давай дальше читай Так Предлагается работа На танкерах И контейнеровозах Требуются Штурманы Механики Донкерманы Кто? Донкерманы А? Матросы Мотористы А также Приглашаем кадетов Морской академии На период Летней практики А они что там Нормальную работу Не могут предложить? Да если моя жена Будет работать Этим самым Донкерманом Да еще с кадетами Морской академии Да меня мужики Засмеют Давай дальше Предлагается работа В Скандинавии И Западной Европе Для мужчин И женщин От 18 До 55 лет Фабрики Теплицы Фермы Стройки Гостиницы И дыр И что? И дыр А? Не Нам это не подойдет Ну почему? Знаем мы Эту работу В Скандинавии Им лишь бы Заманить человека А потом Паспорт Отберут И будут таскать По гостиницам Стройкам И теплицам Причем Бесплатно Ну зачем ты так говоришь Ну я понимаю Если приглашали Только девушек Но ведь вот же Берут и мужчин И женщин До 55 лет Вкусы У всех Разные А в Скандинавии Знаешь какие люди? Скандинавы Ну и потом Объявление Это одно А в агентство Придешь Одних берут От 18 А других До 55 Нет Ну ладно Хорошо Хорошо Давай дальше Требуется переводчик С английского На русский И наоборот Оплата Высокая Шпрехензи дойч Че? Я тебя спрашиваю Ты английский знаешь? Ты в школе Какой язык изучала? Арабский Где ж ты такую школу нашла? Английский надо было изучать Вон люди Переводчика Днем с огнем Не могут найти Готовы любые деньги платить А на арабский изучай Давай читай дальше Ой Дам дополнительную работу Станочнику широкого профиля А это как? Тебе это не подойдет Почему? У тебя Профиль узкий Требуется репетитор По игре на флейте Ты не умеешь? Ну как же ты Вроде говорила Что раньше там Играла Ой Ну это ж я На гитаре играла Какая разница Давай предложим Пусть сначала На гитаре Научится играть Нет Ну тут же Ясно написано На флейте Да и потом На гитаре-то я всего Три аккорда знала А сейчас и Половины не вспомню Нет Люди с жиру Уже бесятся Тут посудомойка Не устроится А они На флейтах играют Нашли время Буржуи Смотри 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 какое объявление Хочется сходить в гости А малыша оставить не с кем Нужна няня Двадцати-тридцати лет Добрая Ласковая Заботливая Стройная Желательно блондинка Для мальчика Пятнадцати лет Знаем этих Мальчиков Тут на одну В подворотне напали Она в полицию Насильников Поймали А у них возраст Четырнадцать-пятнадцать лет Ну Ну ее и посадили За совращение Малолетних А твое-то объявление Вышло или нет? Да Женщина Ищет работу Звонить в любое время И телефон Да кто ж на такое клюнет? Человек с высшим образованием Арабский знает А объявление Грамотно-вкусно составить не может На, давай, записывай Молодая Общительная Общительная Очаровательная Женщина Нет Напиши Девушка Рассмотрит ваши предложения Имею Имею Высшее Нет Напиши Два высших образования Хотя Если столько образований То какая же ты девушка Напиши Напиши просто Студентка Недавно Окончившая Вуз В совершенстве Владею Арабским Нет Напиши Иностранным Нет Напиши просто Владею Языком Устроит Любая Высокооплачиваемая Работа В любое время суток Кроме ночи И вечера Предпочтительно Должность Руководящего Работника Звонить Днем С двух до трех Почему именно С двух до трех О это интригует Пусть поволнуются Да Напиши Интим Не предлагать Дра Хотя нет Про интим не надо Пусть надеются Как говорится Надежда Умирает Последней АПЛОДИСМЕНТЫ Сериалы нынче в моде удивляется народ Будто всех их производит маловаренный завод Мимо цюрихского банка я без шуток не хожу То копейку им засуну, то им рубль покажу Ноутбук с игрой стрелялкой внук бабуле преподнёс Да, раскончилась у бабки, теперь детство началось Жена в джинсы еле влезла, талия улучшилась Правда, что с боков исчезла, на щеках вдруг вспучилась АПЛОДИСМЕНТЫ Что за дума там народ, сплошняком все гении Понимают анекдот только в третьем чтении АПЛОДИСМЕНТЫ Гости мы пошли с женою, там чего-то стряпали Встретили нас с хлебом с солью, остальное спрятали АПЛОДИСМЕНТЫ Подрастает мальчик в доме и отец доволен им Глянь-ка, ползает по полу, прям как я по выходным Удивлялась ночью дома муж какой-то неуёмный А когда включила свет, оказалось-то сосед Как-то раз от пьянства деду вшили грозную торпеду И теперь за водкой дед мучит быстрее всех торпед Встали старички бодрее, думают о спорте Вон две бабки в рай влетели, прямо на скейтборде Свадьба пела и плясала, но невеста уж устала Сгромно губы подвела и в салат поспать легла Чтоб заснуть сосед с дивана, громко так считал баранов Что весь дом поднял дебош, ты когда, козёл, заснёшь? Чья-то мама мыла раму, сорвалась оттуда прямо И как стала вспоминать, десять метров чью-то маму Возгордился я в конец, вот ведь как бывает Многодетный я отец, а жена не знает Вместо дела и работы кто-то травит анекдоты Мы за чаем с ушками Веселим частушками! КОНЕЦ 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 Нам часто говорят, у вас все хихоньки да хахоньки, в то время как люди искусства ищут, так сказать, новое слово, ищут новые формы, вы просто, так сказать, развлекаетесь, ни на что серьезное вы не способны. Это мы не способны на серьезное. Джакомо Пучини, хор из оперы «Принцесса Турандот». Терпите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, я как директор императорского оперного театра заявляю, все, что вы репетируете устарело. Во-первых, на дворе первая половина девятнадцатого века. Нам нужно новое слово, господа. А давайте возьмем оперу современного композитора, этого, как его, «Песочек», «Грязька», «Клинка». О, с языка сорвал. Во-вторых, никто из зрителей, сидящих в зале, не понимает то, о чем вы поете. А действительно, скажите, о чем мы поем? Но это же Турандот, Джакомо Пучини. Китайская принцесса Турандот загадывает чужестранным принцам загадки, кто не отгадает тому голову с плеч. То есть вы хотите сказать, что мы в России поем о китайцах на итальянском языке и рассчитываем на успех? Ну, это же классика. Мы же все-таки императорский театр. Это абсурд. Нонсенс. Помилуйте, господа. К нам в театр приходят люди. Они желают увидеть простой житейский сюжет. Ну, что там может быть? Жена, муж, кто еще? Любовник. По себе знаю. Вчера прихожу вечером после спектакля домой. Да ладно! Я рад, голубчик, что у вас все ладно. Итак, возьмите самый простой сюжет. Жена, муж, любовник. Возьмите самые простые декорации. Музыку попроще. Пойте по-русски, чтобы все вас понимали. Вы же талантливые люди. Ступайте, господа, готовьтесь. Итак, где наш главный герой, обманутый муж? Голубчик, творите. Вот и я, вернулся я домой. А ну-ка, кто-нибудь меня встречайте. Где домовые, где крепостные, где моя любимая жена? Вот и она. Привет, любимый, привет, хороший. Ну, наконец-то ты пришел. Я здесь? Снимай ботинки, снимай галоши. И проходи, садись скорей за стол. Куда? Не в светлицу попить водицы. Сегодня коню приходи. Коню? Попил водку, взял на руки плетку, И на коне меня три раза прокатил. На коне меня три раза прокатил. Ну, чё? Я слышу какие-то звуки в шкафу. Кто бы это мог быть? А, я не знаю. Сейчас посмотрим. Ах, здравствуй, барин. Привет, хозяйка. Я старший коню в жеребцо. Что это? Я дусь Гаврила, мне жарко было. И я сбился прямо до трусов. Да ну, потом Маташу, супругу вашу, Случайно спали, не повстречал. Не верю! Я начала, она сказала, Что пешка, фу, у вас всю моль поубивал. Что пешка, фу, у вас всю моль поубивал. Товарищи, это давно уже устарело На дворе начала двадцатого века. Бегите, товарищи, готовьтесь. Нам нужно новое слово. Наш театр имени товарища Розы Люксембург Будет ставить спектакль про жизнь трудящихся. Даешь социалистический реализм в массы, Ударим нашей залихватской оперой По бездорожью и по тунеядству Культуру в массы, деньги в кассы И куго, товарищи, вперед, ура! У дня великих строек Я так пахал, чуть было не загнулся Страствуй, жена-героя Твой муж сегодня с цельны вернулся Давай на стол селедочку Налей мне рюмку водочки Потом картошечки, потом огурчика Но меня когда? Потом! Нам нет преград Ни в море, ни на суше Нам не страшны Ни льды, ни облака Благодаря души своей Чувства семьи своей Мы пронесем через миры и века Милый, я так по тебе соскучилась Не время, товарищ жена Вот построим светлое будущее Тогда и будем обниматься Но Чу, я слышу какие-то звуки в шкафу Кто бы это мог быть? Ах, я не знаю Сейчас посмотрим Не кочегары мы, не плотники Мы просто трубы здесь кладем вдвоем Ведь мы сантехники, ремонтники Да, починим, крутим и споем Шкафу повесили мы полночку Хозяйка добрая была Ну да ладно, нам первая Она на водочку Да, и ждет нас пятого числа Ну и дела Не понял Там кто-то еще, признавайся Там больше нет никого Честное комсомольское Если с другом вышел в путь Если с другом вышел в путь Веселей дорога Нас вчера было чуть-чуть Нас вчера было чуть-чуть А сегодня много Это классно Вполне Заходить к чужой жене Когда твой муж на цели нет Пионеры Пионеры Товарищи Это все не то Так не пойдет Ну вот и я говорю Ну не может советская женщина Изменять мужа в таком количестве И масштабе Я говорю не подойдет Потому что Потому что это устарело Музыка устарела Все устарело В наше время Когда космические корабли Пораздят просторы вселенной Мы с вами безнадежно остались в прошлом Нам нужно новое слово И вообще В нашей стране Секса нет То есть мы вчера с вами Просто плюшками баловались Молчите товарищ То что было между нами К искусству не относится Вот и ваша жена Мне вчера так сказала И мне И нам Ой Что? Ой Повторяю Нам нужно новое слово У меня есть новое слово Даже три А Денис Молчите Эти слова устарели Попрошу их не применять Ну а что будем делать тогда? Двигаться дальше Говорил Надо три поросенка ставить Я б такого на ФНАФа сыграл Шли годы Одна эпоха сменяла другую Человек полетел в космос Строил собам На полях росла царица полей кукуруза В магазины ходили с авоськами В которых лежала колбаса по 2,20 И водка по 3,62 Правильно, женщины А в театре продолжали искать новые формы Дамы и господа Добро пожаловать в наше время Наш продюсерский центр мюзик-шоу Бывший театр имени Роза Лексембург Представляет вашему вниманию свое новое слово Модный, музыкальный, современный жанр Семейная поп-опера Любимые песни Любимые лица Поехали! Поехали! Ты пришел такой ненужный Ты пришел такой нежданный Обещал к восьми на ужин А явился слишком рано Гуляй, пойди немного Ох, недобрые я чую Да уйди ты ради бога А не то, как поцелую Муа! 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 Дорогая, налей-ка мне борща Я пока повешу в шкаф-бальто Капец, только не в шкаф Это почему? Самый лучший день Заходил вчера Ночью ехать лень Пробал до утра Но пришла пора И собрался в путь Ну и ладно, путь! Это что было? Понятия не имею, милый Я надеюсь, там больше никого нет Дорогой, я первый раз его вижу Я тебе не верю Клянусь сегодня у нас в шкафу Портал открылся Я тебе не верю Метеорит мимо пролетал В спальне приземлился Я тебе не верю В шкафу какой-то Олтергейст Поселился Я тебе не верю Клянусь, там больше никого А я тебе не верю Это еще что? Выйду ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем По полю вдвоем И к жене соседской тихо зайдем И в округе всей Есть у нас родня Тут все дети от меня и от коня Еще одна эпоха В нашу жизнь стремительно ворвались смартфоны, интернет и Стас Михайлов Страна стала жениться у Ларисы Гузеевой и лечиться у Елены Малышевой Люди узнали, что такое мировой финансовый кризис и Никита Джигурда И поняли, что второе намного страшнее На щеках у Кончиты Бурст уже появилась первая юношеская щетина А в бывшем императорском театре Бывшем театре имени Розы Люксембург Продолжали искать новое слово Это все не то Все не то Отстой Мы должны искать новые формы Нам нужно что-то абсолютно новое Мы должны ломать стереотипы Нам нужен перформанс Инсталляция Что вам нужно? Ингаляция ему нужна Видишь, заболел он Я говорю о том, что нам нужны новые формы Нам нужно новое слово Мы должны сделать так, чтобы притянуть молодежь к нам в театр Чтобы притянуть молодежь в театр Надо их сначала из смартфонов вытянуть Так сделайте так, чтобы молодежи было интересно Сыграйте все то же самое, но по-современному Ну а слова-то слова, слова какие? Любые Тыц-ты-тыц 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 Ты боже Как это пошло Как примитивно Нужно Будь 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 Муз 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 Привет Чмаки-чмаки 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 Ну как Я ок Ну а ты? Панты Йоу Это чё? Ничё Ничё? А чё? Вау Вау What the f**k? Упс О! Ты кто? А чё? Я ничё Ну ты ваще А я-ты чё? Опа Оп 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 По говном стой Оп 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 Все равно, все равно, это все не то Ну а что то-то, вот это то, что? Я не знаю, нужно новое слово Да мы все слова уже перебрали Все равно, это все уже устарело Ну а где тогда, где вечное, где чистое, где настоящее? Да Ага Ага Ай Ага Ага Вы слышите? Вот оно. Вот оно новое слово. Вечное. А какое слово-то, а? Ну слово-то какое? Моуз! 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 children o Субтитры создавал DimaTorzok